По этой дороге, что в Кулебакском районе Нижегородской области, с ветерком не прокатишься точно. Ремонта дорожного полотна на этом участке не проводилась давным-давно, а машины здесь ездят ежедневно, при том, что поток день и то дня заметно увеличивается. Прокатиться по кочкам решил и глава региона Валерий Шанцев, чтобы лично оценить, как живут и передвигаются здесь местные жители. Дороги раньше делали без проектов, не соблюдая технологию. У нас даже документации сейчас нет на многие дороги, поэтому быстро привели их в негодность. И самое главное, что лет 30 этими дорогами никто не занимался. Я сейчас спрашиваю, когда последний раз ремонтировали улицу Олега Кашеволга. Лет 20 назад. Вот она и ситуация. Если говорить в целом районе, то ямы на дорогах встречаются не везде. На некоторых улицах ремонт все же проводится, и местные жители это отмечают. Раньше были разбитые дороги, сейчас более-менее. Подвижка есть. Настройки сделали, значит, у нас адмирала Макарова улицы хорошо сделали. Вот Мурзичную дорогу немножко сделали, сейчас вот железнодорожную, сказали, будут делать. Но желательно вот Мурзичную дорогу, в первую очередь, там в деревню ездить очень плохо. Яма на яме. Те дороги, которые хуже всего в Кулебакском районе, в скором времени власти отремонтируют. На это уже выделены и средства, и даны нужные поручения. Нужно навести здесь порядок, будут требовать жестко. И вот такого рода явления, когда аварийные дороги бросают просто на самотек, чтобы само собой срастется, так не будет. Уже команду дал по Олегу Кашеволу, приедут сюда эксперты, но ее даже ямочным ремонтом не сделаешь. В 2013 году на развитие транспортной инфраструктуры региона было направлено 10 миллиардов рублей. Благодаря этому в Межгородской области отремонтировали более 600 километров дорог. 12 мостов также ремонтным работам подверглись и путепроводы.